Добрый день, меня зовут Сандалюк Никита, я аспирант Санкт-Петербургского государственного университета. И тема моего доклада «Мезомасштабная вихревая изменчивость в динамически активных районах южного полушария». Наверное, к теме надо еще добавить по спутниковым альтиметрическим данным. Слава богу, что Алина уже рассказала про район течения Гульяс, потому что у меня почему-то не сгрузилась картинка. Для моего исследования было выбрано два района. Это район течения Гульяс, который является чрезвычайно энергоактивным районом. И район, который условно можно назвать австрал-антарктическим бассейном, к югу от Австралии, где у нас более спокойная динамическая ситуация. Данные. В своей работе я использовал спутники в альтиметрические данные, доступные на портале Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Массив «Мезоскаладис» на альтиметр «Обзевейшнус» с SSH, сделанный Дадли Челтоном. И также я подключил данные массива «Мезоскаладис» траектори «Атлас Продакт». Это очень свежие данные, которые были выложены на АВИЗО в сентябре этого года. Вот они экспериментальные. И мне было просто интересно посмотреть, каким образом такие данные получатся. Немножко про тот самый алгоритм автоматической идентификации. Это геометрический алгоритм, основан на фиксации замкнутого контура в поле C-service height. Если у нас этот контур удовлетворяет ряду условий, то мы принимаем этот контур за вихрь. Условий очень много, и на самом деле про массив можно очень долго рассказывать. Это отдельный разговор. Но у него есть недостатки. Главный недостаток, который и отмечается самими создателями, это он порой связывает два наблюдения, которые на самом деле не связаны между собой. Это происходит из-за того, что у нас данные альтиметрии, они интерполированы, дискретно в зависимости от географического района, у нас может быть 7 дней, может быть 10 дней. И поэтому данный недостаток нужно помнить и учитывать. И, собственно, что делают люди из-за визо? Они взяли код Челтона и пытаются его доработать таким образом, чтобы избавиться от данного недостатка. Здесь представлена карта первичных регистраций вихрей в поле уровня на район течения Гульаз. Из интересного можно отметить три основных района формирования вихрей, где у нас наблюдаются максимумы. Скажу про первичную регистрацию. Первичная регистрация – это количество сформировавшихся вихрей в квадрате 1 на 1 градус координатной сетки. Максимумы у нас наблюдаются на шельфе африканском, в районе разворота Агульазового течения, такой неявный максимум, и в районе полотого Агульаза. Если разбить… А, ну еще одна интересная особенность – это то, что у нас есть довольно большой квадрат, который похож на мертвую зону, где вихрей вообще не наблюдается, то есть не наблюдается формирование вихрей. Если разбить данную картинку на циклонические и антициклонические вихри, в целом у нас максимум повторяется, но одна интересная особенность – то, что циклонические вихри больше тяготеют к плато, а максимум формирования антициклонических вихрей больше не наблюдается на плато и передвигается в более западный регион. Если построить дрейки для данных вихрей, ну, тут видим, что в целом мы наблюдаем довольно хаотичную картину. Частота появления вихрей. Здесь у нас два основных максимума. Это район шельфа африканского и район разворота Агульясового течения. Ну и если, опять же, посмотреть по циклонам и антициклонам, у нас видно, что на плато Агульяс антициклонические вихри, они минимальные, практически не наблюдаются. Радиус амплитуды здесь все понятно. У нас в динамически активном регионе, где проходит течение, у нас наблюдается максимальный радиус и амплитуда. Здесь показаны расчеты орбитальной скорости перемещения линейности, средние параметры. И что мы видим? Во-первых, видно, заметно, что на скорость перемещения влияет топография. Вихри, которые преодолевают плато Агульяс или преодолевают хребет, который тоже ограничивает данный район к западу, у них существенно уменьшается скорость. Здесь также представлен расчет параметра нелинейности. Это наиболее популярный параметр, который использует в своих работах Челтон, Лифу и остальные суперзвезды от альтиметрии. Занятный параметр представляет собой соотношение максимальной азиментальной скорости вращения к скорости перемещения вихра. Здесь видна некая условность данного параметра, потому что он наблюдается в восточной части акватории. Ну и все потому, что у нас скорость перемещения вихрей здесь стремится не к нулю, но она минимальна. Из статистики вихрей можно отметить, что антициклонические вихри являются более долгоживущими структурами, у них больше продолжительной жизни. И в целом соотношение циклонических и антициклонических вихрей меняется в пользу последних при увеличении продолжительности жизни вихря. И вот здесь я представил расчеты по другому массиву. И здесь можно заметить, что... Ой, один момент. Здесь можно заметить, что разительно упала продолжительность жизни вихрей практически в два раза. Это для данного географического района из-за данный промежуток времени. И количество тоже изменилось. То есть количество вихрей возросло примерно на 20%. Остальные характеристики, азимутальная скорость, скорость перемещения, амплитуды, они плюс-минус одинаковые. Немножко про ринге, а гулиасовое течение. Тоже про ринге уже было много сказано. Так, анимация, судя по всему, не работает. Хорошо. Данные ринги, если их просто... Здесь была анимация, попробую описать. Если подобный ринг отследить в поле аномалии уровня, видно, что это динамическая структура, она сильно нестабильна. И буквально в течение месяца она разваливается на разные отдельные структуры, антициклонические. Ну и они обладают высокой кинетической энергией. И если отследить один такой подобный вихрь, то он распространяется очень далеко. Ну вот геастрофика тоже рассчитана для данного ринга. Видно, как он в течение довольно непредложительного периода разваливается на отдельные части. Второй район — это Австрал-Антарктический бассейн. Здесь представлены треки вихрей для данного района за весь период. Видно, что наблюдается весьма хаотичная структура. Но если мы... Что мы сделали? Мы взяли вихри, выделенные за один день. Среди них выделили циклонический и антициклонический вихрь. Потом выделили их на пространственно-временных разрезах в полях аномалии уровня, так называемых изоплетах. И для них посчитали средние скорости различными способами. То есть по изоплетам, по массиву, которым мы пользуемся, и также по теоретической фазовой скорости, по формуле. Видим, что в целом, если по изоплетам у нас цифры плюс-минус совпадают с теоретической фазовой скоростью РОСБИ, а средняя скорость вихра, рассчитанная по данному массиву, о которой мы пользуемся, она выше. Но все потому, что вихрь у нас передвигается не только в зональной плоскости, но и в горизонтальной. В вертикальной, точнее. Я не буду комментировать эти графики, просто скажу, что у нас это временная изменчивость различных характеристик вихрей, выделенных вихрей. Видно, что они крайне нестационарны, и отклонение от среднего значения наблюдается больше, чем в два раза. Выводы, основные выводы я уже сказал и проговорил во время презентации. А еще хотел сказать, что неожиданным продолжением этой работы является работа по изучению береговых захваченных волн в Большом Австралийском заливе по данному спутниковой альтиметрии. У меня на эту тему есть постер, так что, пожалуйста, подходите. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Альберт Леонидович, как всегда, первый. Они не только в сторону Африки движутся, они движутся в разные стороны. Я понимаю, да, они движутся и на восток, большая часть движется на запад, но отдельные вихри движутся и на восток. Да. Ну хорошо, а за счет чего они нам друг на завтра показывают? Цепочек? Я понимаю, к чему вы клоните. Вы хотите сказать, что это волны розбы. За счет чего они? За счет бета-эффекта. За счет бета-эффекта. Ну хорошо, а время добегания от Африки до Южно-Америки? Сколько приблизительно времени? Вроде бы говорилось. Ну я, честно говоря, не помню. Я не оценил время туда и сюда. То есть оно в целом, те, которые распространяются на запад, они более долгоживущие. Скорость, с которой они распространяются на запад и на восток, но я сейчас не буду предполагать. То есть я не оценил этот параметр. А вы рассматривали вот так. Вот вихрь образовался. И проследите вот именно за этим вихрь. Что значит проследить? Ну вот вы видите, вот показывают снимки, отдельные снимки, по отдельным снимкам вы следите за... А, вы имеете в виду по снимкам в альтиметрии? Да, ну в альтиметрии... Ну, во-первых, алгоритм анализирует снимки альтиметрии. То есть в целом алгоритм построен на том, что анализ ежедневных снимков альтиметрии в поле уровня. То есть этот... Вы не просматривали, где он закончен? Весь путь нет. Я просматриваю отдельные участки путевихря. Это просто тариктория, он имеет альтиметрию, поле альтиметрии. А что я показываю? Пожалуйста, Владимир Ильич. У меня вопрос такой. Поскольку у вас кризисы... Да. 2015 год. Изменчивость нет. Мы пробовали оценивать количество вихрей в течение года и там строить график и коррелировать его с чем-то. То есть там есть, по-моему, какая-то трехлетняя изменчивость. Но вот с 2000 года нет. Да, я понимаю, да, к чему уклониться. Ну, будет интересно посмотреть, да. Это, в принципе, несложно сделать. Пожалуйста, следующий вопрос. Станичный Сергей Владимирович. Да, ну, к сожалению, у меня схема как раз с течением не запустилась. У нас в течение огуляса разворачивается, делает петлю, идет на восток, и потом она упирается в плату и делает тоже здоровенную петлю. Вот вопрос. Нет, не вопрос, не пирается в плату. Это плата действительно по симметрии, а глубина платы? Да, это действительно по симметрии. Нет, я не люблю глубина платы какая. Или это просто так попало, что плата находится в этой петлю? Потому что, насколько я понимаю, там визуально достаточно большая, а если вы не пропустите, то есть точно детство. Сейчас я не зову глубину платы, но она, то есть если визуально посмотреть на карту Батиметрия, она разительно отличается, то есть там на тысячи метров. Поэтому я думаю, что именно она влияет на серьезное образование вихрей. Можно я сделаю комментарий на вопрос Сергея? У нас в северо-западной части Тихого океана японцы выделяют то, что они называют «Исагучи-джет» – течение, идущее на северо-восток, Хоккайдо, Курильским островам. Вот там есть хребтик, который всего на полкилометра поднимается над дном, а глубины там вполне океанические, то есть течение чувствует. Можно я вставлю небольшой комментарий? Есть оценки Батиметрии по альтиметрии. Батиметрия уточняется с помощью альтиметрических данных, поэтому… Я понимаю, да, что там есть условности, но тем не менее… Пожалуйста, следующий вопрос, Альберт Леонидович, вы хотели. Вы пытались выполнять такой анализ. Вот у вас есть литературные анавалии, которые принимаются на литер, а дриптер туда впустить или у вас там плавает, посмотреть, как он себя ведет. Вот я сейчас приведу некий пример, почему я задаю этот вопрос. Потому что я в одной статье читаю, значит, вот пишется, что вот вихрь, вихрь, вихрь. То есть там температурная аномалия. И потом вдруг там анализируется движение дриптера. А дриптер там совершенно не по вихревому себя ведет. И автор пишет, тогда этот вихрь будем рассматривать с позиции волн-розбеке. То есть фактически это волн-розбеке, понимаете? То есть в уверенности получается так, что уверенности нету, что вот эта аномалия обязательно соответствует ли. Альберт Леонидович, задайте, пожалуйста, вопрос. Вопрос. В чем вопрос? Занимались ли и есть ли уверенность в том, что это ведь? Есть, потому что на эту тему очень много работ сделано. Как раз Кейптаунским институтом. Там люди специально этим занимаются и опускают дрифтеры, и считают барго. Я лично не занимался этим, просто я считал достаточно много работ, чтобы быть уверенным, что это вихрь, который переносит массу. Это действительно огромный объем работы. Продолжение следует...